Меня слышно? Конечно, да, давай. Вот такая ситуация, допустим, меня слышно хорошо сейчас? Да-да, нормально. Вот смотри, такая ситуация, допустим, если там кто-то хочет там свои трактора, чтобы для кого-то другого они работали за те же самые деньги, за те же самые блага, то это тоже неприемлемо для того же поселения, допустим, как я понимаю. Но почему неприемлемо, если у них просто, допустим, на год у этого поселения план такой, что у них все люди заняты, допустим, а трактора стоят. Вот в такой ситуации они могут так поступить. То есть они не придумали, как задействовать трактора, и вот решением, одним из этих решений, отдать их время на кому-то. Ну никак не за деньги. Но не за деньги, а за счет того, что они возьмут что-то другое в обмен. Или просто так по своей доброй душе. То есть просто потому, что захотелось помочь другому поселению. Ну да, да-да. Если это поселение отражает всем другим техно-эко-техно-поселениям, то почему бы и нет? Если они живут по тем же принципам, как живем, допустим, и мы, почему бы и нет им помочь? Почему бы не помочь? Понимаешь, у людей есть такая, как бы... Ну они помогают всегда друг другу. Почему бы не помочь за бесплатно? Вот никто не помогает... То есть есть те, которые помогают, а потом требуют плату. Я думаю, такого нельзя допускать в данной ситуации. Ладно, разберемся, короче. Не, а еще такая фигня. Например, ну, значит, трактористы. Хорошо, возьмем ту же самую цепочку. Трактористы, трактора. Значит, помогают. Кто будет выполнять работу? Будет выполнять работу, то есть пахать, по сути дела, и потеть там, бросить, заливать этот тракторист. По сути дела, вот они вышли в поле, им дали трактора, они вышли в поле, они там пропахали несколько дней в поте своего лица. И как потом все эти ресурсы, то есть я пойду, я пойду, пропашу все поле, я всегда выжму последние соки, да? И потом я скажу, вот я работал, я работал, я хочу большую часть, а вы, которые, в принципе, ничего не сделали, но дали мне там те же самые поле и трактора, вы сколько должны получить? Поэтому о процентах лучше заразе договориться. Подожди, немного. Я просто понял. Это скажет тот, кто не увидел других людей, и тот, кто не увидел тех людей работу. Понимаешь? А кто-то может быть работа на... тем, чтобы трактора автоматически там работали и бахали все это дело. Понимаешь? Над тем, чтобы, допустим, на следующее лето, там, на следующий сезон, да, он не стал работать. А он работал там на другой специальности, а трактора автоматически работали. И что он скажет после того, как он увидит это все? Он же не видит, как они пишут программу, не видит над тем, чем они работали. Даже если он увидит, да, он сказал, но они, блядь, сидят в контакте, нихуя не делают. А я тут, блядь, пашу нахуй и в поте лица. Как будто он сам на себе пашет все эти поля. Понимаешь? Вот в чем дело. Люди должны знать, кто чем занимается и кто какую работу выполняет. Мне кажется так. Да, да, аксессуар. Ну, окей, окей. В смысле, все понятно, да. То есть, естественно, нужно, чтобы люди видели, кто и какую работу выполняет. Но, в конечном счете, если трактора, они не автоматизированы еще, то... А, да, давайте расскажу, да, это простой вопрос, потому что, на самом деле, перед...